Здравствуйте, меня зовут Александр Мамаев, я работаю руководителем группы анализа данных Mail.ru Group в проекте PREDICT. PREDICT занимается созданием сервисов на основе технологий машинного обучения для управления маркетингом, розничными продажами, кредитными рисками. Нашими клиентами являются крупные банки, ритейл, телеком-компании. А в последнее время мы также подключились и к цифровизации госкорпораций. В прошлом году между Mail.ru Group и госкорпорацией Россети было заключено соглашение о стратегическом партнерстве. Об одном из проектов, который был выполнен в рамках этого соглашения, я постараюсь рассказать в этом докладе. Но сначала чуть подробнее о самих Россетях. Россети — это крупнейшая в России и мире энергетическая компания. В целом энергетический сектор экономики имеет троичную структуру — производство, передача и сбыт электроэнергии. За передачу и перераспределение энергии среднее звено в этой цепочке отвечают Россети. Россети — это развлеченный холдинг. В целом в нем работает 220 тысяч человек. Функциональным заказчиком нашей разработки выступила Россети-центр — одно из подразделений холдинга. Все цифры, приведенные на слайде, характеризуют именно это подразделение госкорпораций. Россети-центр представлен в 11 центральных и поволжских регионах нашей страны. Теперь чуть подробнее о задаче. Одна из центральных задач, стоящих перед корпорацией, — это снижение коммерческих потерь электроэнергии. Заказчик делит коммерческие потери на две категории — бездоговорное потребление и договорное безучетное потребление. Что такое бездоговорное потребление? В деревне Подберезе Новгородской области на заброшенной птицефабрике черные майнеры устроили криптоферму. Ущерб от ее работы для Россетей составил 122 миллиона рублей. Сколько заработали сами криптофермеры, история умалчивает. В селе Никольское Липецкой области тоже добывали криптовалюту с ущербом для Россетей в 22 миллиона рублей. В общем, когда вам говорят, что села умирают, не верьте. Села не умирают, они активно цифровизируются. Конечно, майнеры — это не единственный дичь Россетей, хотя общий выявленный ущерб от их работы за последние годы составил около полумиллиарда рублей. Кроме бездоговорного потребления, также, как я говорил, выделяется договорное безучетное потребление. Если без афемизмов, это скручивание счетчиков. Именно на этой задаче, борьбы с договорным безучетным потреблением, мы сконцентрировались в рамках нашего проекта. Заказчик делит всех потребителей на физических и юридических лиц. Это довольно нативное деление, потому что и атрибутивный состав, и детальность данных по физическим и юридическим лицам отличается. Опять в рамках доклада я сконцентрируюсь на решении задачи для юридических лиц. В наших руках оказалась выборка в 500 тысяч проверок за 4 года с долей целевых событий около 1%. То есть это классическая задача бинарной классификации со существенным дисбалансом классов. Теперь чуть подробнее о признаках. Я выделил три домена на основе источников хранения данных. Первый – это признаки на основе внутренних данных Россетей. Это информация о узле учета и точке присоединения, агрегированная информация о энергопотреблении, история замен счетчиков, история выявленных отклонений и нарушений. Отдельно выделим признаки на основе внешних данных. Это экономические показатели региона и геоданные ОСМ. Дело в том, что мы с самого начала задумывались о масштабировании нашей модели на всю страну, а в обучающей выборке было представлено только 11 регионов, поэтому нам нужно было как-то косвенно охарактеризовать каждый регион, а не включать его напрямую как категориальный признак. И отдельно я выделил данные признаки на основе временного варианта энергопотребления. Дело в том, что огромное количество юридических лиц оснащено счетчиками, которые с дискретизацией в 30 минут поставляют Россетям данные о своем энергопотреблении. Раскрою тему генерации признаков на основе временного ряда. Естественно, мы использовали не только какие-то простые статистики от временного ряда, типа квантилий или медиан. Для генерации мы использовали модель Хольта-Винтерса, STL-декомпозицию, разлагающую ряд на тренд сезонности остатки, преобразование фурия, отображающую ряд в линейную композицию гармонических функций. И отдельное внимание уделили точкам, которые плохо предсказывались нашими моделями. Обратим внимание на третий график, на нижний график на нашем слайде. Плохо предсказываемый пик потребления совпадает с красной точкой. Что это за красная точка? Это дата проверки, то есть дата приезда комиссии Россетей на объект потребителя. И как мы видим, плохо предсказываемый пик потребления совпадает как раз с датой проверки. Как можно интерпретировать этот факт? Скорее всего, потребитель был предупрежден о проверке заранее, привел свое оборудование в надлежащую форму, а после проверки Россетей продолжил свое безучетное потребление. Такие признаки сыграли важную роль в наших моделях. Теперь чуть подробнее о самой модели машинного обучения. Конечно, нами проведена была большая работа подготовки данных. Дело в том, что все один из филиалов Россетей собирают данные немножко по-разному. И даже если признак имеет одно название, это нам не гарантировало, что рассчитывался он по одной и той же методологии. Поэтому проведена была большая работа с экспертами Россетей для того, чтобы привести данные в консистентное непротиворечивое состояние. И отдельно об особенностях выборки тоже скажу пару слов. Она составлена на основе экспертных проверок. То есть доля целевых событий в ней завышена относительно генеральной совокупности. Мы остановились на градиентном бустинге над решающими деревьями. На слайде представлены метрики качества нашей модели, на тренинг, ресс-валидации и отложенные выборки. Теперь немножко о полевых испытаниях. Полевые испытания у нас проходили в период коронавируса, поэтому были очень ограничены по своим объемам. Для проведения испытаний был выбран Костромской регион, несколько городов Костромы. Наши эксперты, аналитики, ездили в поселок городского Тива-Буй, тряслись вместе с линейным персоналом Россетей на Буханке, по бездорожью. Но, собственно, проветриться в период коронавируса было не единственной нашей задачей. Сейчас я чуть поподробнее расскажу о том, как был построен процесс оботестирования. Мы разделили все население городов, на которых проходило полевые испытания, на две группы случайным образом. И из первой группы 300 точек были выбраны экспертами для проверки. Из второй половины было выбрано по 300 точек с наивысшим и наименьшим скором на основе нашей модели. По результатам проверки в группе с наивысшим скором было обнаружено 12 целевых событий, в группе с наименьшим скором 5 целевых событий. И экспертам удалось обнаружить 15 целевых событий. Если сравнить попарно выборки с наивысшим и наименьшим скором, то можно сказать, что статистически значимо доля целевых событий в них отличается. А это значит, что по результатам полевых испытаний мы доказали аранжирующую наличие, аранжирующие способности у нашей модели. После проведения полевых испытаний наша модель была введена в опытно-промышленную эксплуатацию. За последние 2,5 месяца совершено уже больше 200 тысяч проверок согласно нашей модели. На графике представлено распределение целевых событий, доля целевых событий по бакетам нашего скора. И если обратить внимание на 10-й бакет, бакет с наивысшим скором, то доля целевых событий в нем около 1%. Это столько же, сколько и доля целевых событий в обучающей выборке. А как я говорил, обучающая выборка сформирована на основе проверок экспертов. То есть эффективность нашей работы экспертов сравнима. Но несмотря на равенство, эффективность работы нашей и экспертной, мы достигли существенных экономических эффектов. За счет чего? За счет того, что эксперты Россетей не могли покрыть своим проверками все объекты. Кроме того, мы смогли рассчитывать не только вероятность, факты безучетного употребления на точке, но и объем безучетного употребления. Перемножив вероятность безучетного употребления на предсказанный объем, мы получим, скажем так, математическое ожидание потерь. И вот ранжируя объекты, проверяемые объекты именно по этой величине, мы можем более селективно направлять наши проверки. За счет этого и достигается экономический эффект, рост среднего показателя выявления коммерческих потерь в 2,2 раза. Так, ну, наш программный комплекс — это не только модель, это еще и пользовательский интерфейс, который позволяет работать с результатами скоринга, формировать маршрутные листы для выезда бригад. Также есть отдельный функционал с администрированием, предусматривающий различные роли пользователей и различные форматы доступа к данным. Есть отдельный модуль, лагирующий все целевые события в системе и запуск скорингов, загрузки данных, сформированные маршрутные листы. Теперь чуть подробнее об архитектуре программного комплекса. В целом можно выделить три модуля. Это фронтенд-системы, построенные на Java, на фреймворке Spring Boot, в котором выделяется модуль проверки консистентности данных, модуль построения отчетности и модуль формирования путевых листов. Наше хранилище было построено на Postgres. И, собственно, также нами был введен эксплуатацию микросервис на Python с модулем предвародки данных и модулем с моделями. Для любой модели машинного обучения, введенной в промышленную эксплуатацию, важным вопросом является контроль стабильности распределения признаков. На слайде представлены две меры, позволяющие оценить расстояние или расхождение между двумя распределениями. Это дивергенция Кульбека-Лейблера и PSI. Интегральный вариант расчета дивергенции, конечно, применим скорее для распределений заданных аналитически. На практике мы обычно используем дискретизированные значения непрерывных распределений. Второй вариант оценки стабильности распределения признаков во времени это Population Stability Index. Мера широко распространена среди ДСов, занимающихся кредитным скорингом. Нельзя не отметить родовую связь этих метрик-близнецов, хорошо заметный при сопоставлении формулы расчета. Немного о количественной оценке PSI. На графике представлено распределение одного модельного признака в моменты времени T0 и T1. Расстояние в одну десятую по PSI между двумя этими распределениями является границей нормы. При увеличении PSI между распределением признаков больше двух десятых стандартной рекомендацией является исключение признаков из модели. Кроме стабильности распределения, конечно, хотелось бы контролировать и стабильность разделяющей способности признака. Для этой цели служит метрика Information Value или EV. EV это PSI, рассчитанный для распределения признака у объектов нулевого и первого класса. Чем дальше друг от друга условные распределения признака, тем сильнее разделяющая способность. То есть для признака, представленного на графике, разделяющая способность снижается со временем, потому что распределение признака для объектов первого класса смещается в сторону распределения признака у объектов нулевого класса. несколько слов от достаточности выборок для контроля psi и information value обе эти метрики функции от выборок а значит и сами являются случайными величинами об этом не стоит забывать и при измерении стоит помнить про доверить интервалы на оценку этих метрик на слайде приведена зависимость точности измерения psi от размера выборок и от количества квантилей на который дискретизируется непрерывная случайная величина так на этом все спасибо за внимание